Ну что ж, а это уже интересно. Так, кто одержал победу во Второй мировой войне? Я уж не знаю. Про американцев, наверное, вообще уже не вспоминают. Про англичан, правда? Ну вот, народы СССР. Методические материалы, так сказать, для подрастающего поколения. День победы с особым чувством отмечают не только в нашей стране. Интересное начало. Смотрим дальше. Плечом к плечу защищали мир от фашизма русские. Ну, русские в России отмечают. Белорусы. В Белоруссии отмечают. Татары. Подождите, День Победы с особым чувством отмечают не только в нашей стране. Татары где отмечают День Победы? В России, да, все-таки? Буряты. Вроде тоже в России. Таджики. Ну, таджики в Таджикистане, узбеки, армяне, казахи и другие народы. Ну что ж, очень интересно. Грузины, значит, грузинов нет, украинцев нет и евреев нет. Ну, сказано же, другие народы. Мне вот интересно, знают ли русские россияне, сколько было героев Советского Союза, представителей разных народов? Русские 7998 человек. Украинцы 2021 человек. Белорусы 299 человек. Так как же получается, русских вы вспомнили? Белорусов вы вспомнили? А украинцев забыли. А знаете, кто идет на следующем месте? 161 татарин. Татар вы вспомнили. Это четвертое место. А вот на пятом евреи 107 человек. Но если пересчитать количество героев Советского Союза к жителям Советского Союза, получатся интересные цифры. Можете как-то сделать. Если еще учесть, что за те же действия почему-то русским давали герой Советского Союза сразу, а евреям как-то, кстати, украинцам тоже, как говорят, как-то не так давали это звание. Ну, об этом много тоже литературы можно прочитать. Даже за подвиг Матросова не давали герой Советского Союза. Иногда. Иногда давали. Вообще это странно. Вы знаете, даже не знаю, от чего это зависит. Может, можно ли утверждать, что только национальность? Может, еще русским тоже не давали, если, так сказать, родители не из той среды были. Вот как?